Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Федом ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев и мы продолжаем, а может быть и начинаем, продолжаем, наверное, все-таки после Александра с его подробностями, мы продолжаем ежедневный двухчасовой бизнес-канал, говорим о всем, что происходит в России и за ее пределами, ну, с точки зрения экономики, как было уже сейчас в промо сказано Сегодняшняя тема, тема сегодняшнего эфира, мы поговорим о российском алкогольном рынке, о кризисных явлениях, если таковые есть в нем, непосредственно внутри этого рынка и кризисных явлений в экономике в целом Как эти вещи взаимосвязаны, взаимосвязаны ли они в принципе, вот об этом сегодняшний разговор С удовольствием представляем его гостя, в студии Сухого Остатка, Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике Московского отделения опоры России, Алексей, добрый день Здравствуйте Уважаемые слушатели, к нам вы можете, как всегда, присоединиться Телефон прямого эфира 6510996, код города 495, сайт компании финам.фм Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, ну и вам традиционно первый из них от меня Как вы считаете, какая ситуация на российском рынке алкоголя, ну и в принципе, как связаны внешнеэкономические, макроэкономические факторы с потреблением, конечным потреблением или интересом, спросом На этот вид продукции, неоднозначный, я бы так сказал, вид продукции Ну и в качестве информационного повода, для того, чтобы начать наш разговор, я прочту некие выдержки Ну в частности, вот этого достаточно, наверное, будет на первых порах Акцизы на крепкий алкоголь в 2014-2016 годах будут повышаться по 10-25% в год, то есть алкоголь будет дорожать Алексей, вопрос номер один Ну, статистика официальная, я думаю, спорить с ней мы не будем Чем это вызвано? Чем вызвана вот подобная динамика в повышении, да? Ну и, собственно, как чувствует себя сейчас российский рынок алкоголя? Ну вот я, пока вы говорили, сидел и думал, насколько случайным, а может быть не случайным образом, а ваша рубрика по названию совпадает с темой моего рассказа Мы по этому поводу шутили до эфира, сейчас Александру я обращаюсь, как раз сухой остаток Да, абсолютно сухой остаток, а будет он, скорее всего, еще и суши в связи с обоснованной, в части и необоснованной политикой государства по этому вопросу Действительно, уже не первый год планомерно увеличиваются акцизы на все виды алкогольной продукции Не так давно в сравнении с крепким алкоголем к алкогольной продукции было отнесено и пиво И то же самое происходит и в этой сфере И, безусловно, в этом смысле, в связи с этим и не только с этим, цена на полках лавинообразно возрастает и будет расти Я думаю, что вообще этот процесс в понимании законотворческих наших людей не должен иметь никакого окончания То есть, эта политика будет, наверное, продолжаться до того момента, когда кто-то сможет себе, может быть, рюмочку позволить в год По большому празднику И то это будут специальные списочные люди Я, конечно, утрирую, но, в общем, все идет к тому Потому что, конечно, отчасти и обоснованно, но политика государства связана с ужесточением этого рынка, с регулированием Алексей, если можно, давайте вот отсюда и начнем Вы замечательную фразу сказали Обоснованная и необоснованная политика государства в отношении алкоголя Давайте с хорошего, в чем она обоснована, объективно Ну, изначально вообще лозунг, почему это делается Экономические вопросы здесь относятся не к первой тройке Все декларируется это в связи с тем, что нужно серьезно разработать и осуществить программу по деалкоголизации общества Речь идет о здоровье нации Кто бы спорил, да, здесь ни одного человека не найдется, который скажет, что, наверное, это неправильно С другой стороны, в эту тему сразу проникают какие-то вот такие специфические лозунги, что у России свое отношение к алкоголю Историческое, да? Историческое, я с этим в горне не согласен Ну, имею в виду свое ощущение и знание на эту тему, да? Потом то, что экономические рычаги вот такого рода, да, о которых мы с вами поговорили И могут решить полностью эту проблему Это вообще не так, то есть вообще полностью не так То есть как один из вопросов комплексной программы Это работает, это во всех странах работает Но если это сольное выступление, то, конечно, никакого результата ждать не приходится, что мы и видим уже последние несколько лет Ну, вот здесь очень, да, очень, я бы сказал, глобальная такая стратегическая тема была сейчас вами затронута Это озвученное здоровье нации Достаточно действительно, да, для того, чтобы добиться этого в глобальном смысле здоровья нации Просто повышать акцизы или пресловутые сухие законы, да, на нашей памяти, на нашей даже памяти Мы с этим сталкивались, как они работают, это очевидно Но, тем не менее, есть, как вы говорите, экономическая составляющая, и она тоже обоснована Ведь повышение, в конце концов, налогов приводит к росту дохода в бюджет Отчасти да, конечно, но мы же бюджет формируем в конечном итоге для граждан А что получают граждане? Они получают дорогой продукт на полке Тут еще нужно иметь в виду, сколько в одной корзине сложилось вредных обстоятельств экономического характера в это все время Помимо повышения сборов акцизов и налогов на алкоголь, на производство, на импорт, на все такое Мы видим, что происходит с политикой государства в отношении курса рубля и валют Как мы понимаем, давайте возьмем направление, как вино Из-за того, что у нас плоховато с виноградниками, по известным причинам, это отдельная тема 90% вина представлена на нашем рынке импортного производства То есть импортируется из рубежа, как следствие покупается за евро, например Ну и как следствие, мы же все боремся, чтобы у нас было доступное качественное вино на полке Например, противопоставляя его крепкому алкоголю Мы хотим перевести акценты на восприятие алкогольной продукции в пользу качественного, но не такого крепкого алкоголя Вина, например Что мы видим, оно дорожает в разы Помимо акцизной политики, у нас за месяц только на 10 с лишним процентов изменился курс евро по отношению к рублю Это незамедлительно сказывается на ценах на полках, в еще большей степени, потому что там продавцы перезакладываются Это раз Во-вторых, давно происходит разбаланс между вот такой налоговой акцизной политикой по видам алкоголя, по типам алкоголя Скажем, водка, вино, пиво и так далее Все-таки... Ну, извините, Алексей, этот разбаланс все-таки сознательный Насколько я понимаю, таким образом дифференциация вот эта, да, здесь больше, здесь меньше Она приводит и к переориентации, что ли, конечного потребителя на тот вид напитка Ну, который в данном случае государство, наверное, считает наиболее приемлемым По факту, если считать в столбике, этого как раз не происходит Вроде бы хотелось бы ожидать, что такая политика приводит и должна приводить к мысли населению Потреблять более, так сказать, легкие алкогольные напитки На самом деле совсем это не так Наоборот, да, так сказать, выделяется в связи с этой акцизной политикой И становится затруднительным потребление легкого алкоголя, вина, пиво там и так далее, и так далее Водка как пилась, так и пьется Если пересчитать на содержание алкоголя, ну, то есть привести все к единому знаменателю Поэтому, в общем-то, декларируются задачи, в том числе экономически правильные, осуществляется, ну, так, кривовато То есть, похоже, да, похоже и на другие стороны нашей действительности Ну, к сожалению, да, это так И даже если иметь в виду, что, например, мы поддержим российского производителя, да Но у российского производителя тоже не все компоненты произрастают и, так сказать, потребляются в России за рубли Тоже много импортируется И вот эта вот ситуация сейчас, мы говорим же в частности о кризисе Да, вот кризис приводит к тому, что вот так вот болтает рубль И так болтают цены, да, на всю алкогольную продукцию Казалось бы, а почему мы об этом говорим? А просто потому, что вообще алкогольная продукция, она не запрещена Почему мы все время говорим с какой-то такой, вот, так сказать, нервной дрожью, что мы обсуждаем что-то вредное Это продукция легальная, другое дело, там, так сказать Насколько она полезна Насколько она полезна в количестве, которое каждый для себя определил Наверное, любой товар на полках можно с этой точки зрения рассмотреть, правильно? Конечно, конечно, если там, так сказать Если сдуру переесть, то это будет уже не полезно Да, да, да И не важно, что это будет Поэтому не надо какого-то дрожи в голосе при обсуждении темы алкоголя Алкоголь придуман не нами, а богами И поэтому, так сказать, вопрос культурного отношения, восприятия этого Да, это политика государства Совершенно верно Опять возвращаемся к пресловутой здоровью нации И, конечно, экцизами эту проблему не решить И культура потребления здесь на первом месте Кстати, вы сказали, что не совсем согласны с Ну, таким, я бы сказал, стратегическим отношением к потреблению алкоголя именно в России К историческому отношению Вот мы, если можно, об этом чуть позже поговорим А сейчас давайте пообщаемся со слушателем У нас есть звонок Звонок от Сергея Сергей, день добрый, вы в эфире Пожалуйста Добрый день, добрый день У вас такая животрепещущая тема Я не мог удержаться Вы знаете, вот мне понравились, да, особенно последние слова Да, совершенно верно Культура потребления алкоголя Вы понимаете, вот то, что творится на алкогольном рынке У меня складывается такое впечатление Что вот руководство нашей страны пытается возложить на плечи народа Опять какие-то решения финансовых проблем Ну, как бы вы не поднимали цену на алкоголь Как бы вы не старались ограничить людей Значит, будут гнать самогон Ну, это же очень просто В который раз мы наступаем на одни и те же грабли Если человек потреблял 6 литров тяжелого алкоголя, допустим, в неделю Он его будет любым способом потреблять Вот бороться с системой, почему это происходит То есть прививать культуру потребления, это одно Что происходит у нас на рынке вин Вот правильно сейчас говорил собеседник вам Алексей, абсолютно Вы посмотрите, что творится с винами Мы же не пьем вина, нам не предлагают вино Нам предлагают суррогат, изготовленный из виноматериала Лично меня, как обыкновенного живого человека Пугает надписи на этикетке Что там двойки серы находятся в этом вине, как консервант Понимаете, вот мой дедушка делал вино, которое стояло по 10-15 лет Он ничего туда не сыпал Он с бочки разливал по бутылям Вы знаете, и это было вино Сколько вин я не перепробовал Начиная от легендарных грузинских И кончая дорогих импортных вин Это все суррогаты Вы знаете, и никто меня не убедит А вот с Молдавией контрабанды Приносят, привозят в бутылки пластиковое вино Это вино Поэтому, ну, очень сложно Я выговорился, уж простите Нормально, нормально Сергей, если можно, вам вопрос Вы говорили, что мы Конечно Да, вы начали свой монолог с фразы Мы затронули животрепещущую тему Вот она трепещет с какой точки зрения у вас? Объясню, откровенно скажу Вот я после работы прихожу домой Понимаете? Раньше, раньше Это не говорит о том, что возраст Раньше у меня было чем заняться Было куда сходить Было с кем сходить Было время сходить Сейчас я работаю круглые сутки Я прихожу уставший домой Не поверите Последнее время Направляясь по пути домой У меня стала назойливая мысль Я приеду, выпью 100 грамм водки И отдохну Я никогда не был склонен к потреблению алкоголя Я никогда его не пил Последние 3-4 года Действительно Вот понимаете Какой-то Какой-то такой вот Какой-то замена Вот отдыха полноценного На расслабление С помощью транквилизатора Вот этого водки Антидепрессанта Но это не только Это со мной У которого есть работа Благополучие Дом, машина, семья И все так А вы представляете Рабочий с фабрики Который работает за 25 тысяч Не может ничего себе позволить Он круглые сутки и шачит Приходит Он даже в кино сходить не может Потому что билет в кино Стоит полторы тысячи рублей Ну Что ему остается Что ему остается И это, к сожалению Национальная трагедия Это Нас заставляют Потреблять алкоголь Спасибо Спасибо, Сергей Спасибо за ваш звонок Спасибо огромное Алексей Прокомментируйте Ну Настолько емко Вот я прям внутренне аплодирую Вот этому выступавшему Это крик души Да, это крик души И вот мне кажется Что это вот такой Типичный срез Того, что Такое интеллектуальное население Думает по этому вопросу Ситуация, конечно Настолько непроста Потому что вот Мне кажется Что просто взяли Чистить рыбу Не с той стороны Абсолютно точно Потому что Начинать надо было бы Конечно И это не мое мнение Это глобально Все высказываются По этому вопросу Как раз На то, чтобы Вектор внимания Людей, которые Думают о том Каким образом Им провести вечер Или что называется Расслабиться Был бы переключен На какие-то вещи Понятные И нормальные Потому что Мы хорошо С вами сидим На радиостанции В Москве И, например Хорошо знаем ситуацию В Москве Отъехать 100 километров Там ситуация Вообще чудовищная Там, так сказать Не то, чтобы сказать После работы Работы-то нет И в этом смысле Конечно Ужасная ситуация Когда мы За счет такой Политики По отношению К алкоголю Можем не заметить Как переключили Вектор внимания Вообще на наркотики Эта проблема Тоже сильно Она актуальна И существует Вот здесь Надо не перейти Ту грань Потому что Об этом тоже Нужно думать Человек все равно Мозг свой Особенно Во время кризиса Будет заставлять В этом случае Вакуума не будет Правильно? Абсолютно До небес Эти акцизные Ну и потом Вот эта вся Политика Действительно Особенно в отношении Крепкого алкоголя Приводит к тому Что алкоголь Производство алкоголя Уходит в тень В большой части И вся статистика Вот когда Наше здравоохранение Говорит о том Что да Это решает вопрос Они правы Только отчасти Они не видят Реальных цифр Потребления алкоголя Которые в тени Алексей смотрите Еще одна тема Которую наш слушатель Сергей затронул Это качество Технологии Производства Ну в частности Он говорил о вине Вспомнил Как делали Его Родители Предки Деды Вот с этой точки зрения Что вы можете сказать? Здесь как раз Я с ним Не полностью согласен Прямо скажем Не согласен вовсе То что возят Из нашей родной Молдавии В пластиковых бутылках Вряд ли Можно действительно С полным пониманием Считать вином Что-то наверное Отчасти к этому Относится И потом Конечно Ничего огульного нет Не все вино На полке Который стоит Это тоже как Суррогат Там есть и качественное Но Качественная продукция Весьма дорогая Она весьма дорогая Хотя Такое же качество От 5 до 8 евро На полках В европейских магазинах Вполне себе Качественное Мы такой цены Конечно За такого качества Напиток Нигде не найдем Это правда И продолжая Тему разговора о вина Давайте Присоединим Еще одного эксперта Елена Порман Эксперт Московской торгово-промышленной палаты По рынку вина Директор Московской выставки Вино Сейчас у нас на связи По телефону Елена добрый день Вы слышите нас? Да добрый день Я на связи Добрый день Спасибо огромное Что нашли время Пообщаться В общем мы сегодня Очень широко Я бы сказал Тему алкогольного рынка Обсуждаем И в частности Вот К вам Обратился я с вопросом По поводу того Что Некоторое время назад Наш слушатель Сергей Прокомментировал Ну и так Высказал Такую негативную оценку Качество Качество Тех продуктов Винных продуктов Я имею ввиду Качество вина Которое на полках у нас стоит Что вы можете По этому поводу сказать? Да Действительно Я слышала Эмоциональное выступление Сергея Могу Самое Такое интересное Как факт Сказать Что По поводу серы Пожалуйста Не бойтесь Ипотреблять вино Содержащие серу Потому что Любое вино Всегда содержит серу Но с исключением Какого-то Минимума Биодинамических вин Но Они при этом Теряют стабильность Не используя серу Однако же Просто несколько лет назад Появилось правило Указания на этикетке Содержит консервант Диоксид серы Понятно То есть Сера всегда присутствовала Сейчас начали об этом писать Да И особо Да Интерес возник Именно к этому Все стали бояться Наспользовать консервантами Но Буквально недавно Опубликовано Что другие продукты Например Сушеные курага Или чернослив Они в 30 раз Серы содержат Чем сухое красное вино Так что не надо бояться Не в той стороне Находятся опасения Хорошо Все серы Успокоили нас Так чего надо бояться Все-таки Чего надо бояться Вы знаете Надо Наверное Доверять Поставщику Прежде всего И Постепенно Культуру свою Поднимать С помощью Надежных поставщиков Ходить на занятия Или Слушать некие Лекции Которые уже В онлайне появляются И конечно же Практика Практика Еще раз практика То есть развивать Собственный вкус Лена Если можно Извините Поконкретнее Ходить на занятия Вот я представил С это занятие Это что Как оно выглядит Занятие Да это конечно Чем мы занимаемся Со стороны Это можно назвать Грубым словом Вытеска Но по сути Если она сопровождается Минимальным количеством Употребляемых вин И при этом Рассказом О традициях употребления О культуре О способах Производства То Это Становится Культурным Времепепровождением И Вкус Оно Во всем И в гастрономии И в моде И в искусстве Точно так же И в жизни Оно необходимо Обычному потребителю Лена Еще один вопрос Извините пожалуйста У нас не так много времени Еще один вопрос Мы с Алексеем Некоторое время назад Тоже его коснулись И продолжим На эту тему тоже говорить Ваше мнение Мне хотелось бы услышать Исторически Потребление Крепких алкогольных Напитков В России Ну Превалирует Над потреблением Вина И опять таки Это исторически Наверное В этом Есть какая-то Подоплека На ваш взгляд В принципе Вино может Стать альтернативой Крепкому алкоголю Именно в России Оно должно Занять свое место Не 2-3 процента В структуре потребления Наших Наших поселений Но поскольку Россия Теперь очевидно Европейский путь развития Выбрала Исторический То Точно так же И она присоединится Я думаю К культуре Вотребления Вина Которое В идеале Должно занять Процентов 30-40 И действительно Оно помогает Оно является собой Гастрономический Тип напитка И вместе с развитием Гастрономии Кухни И в то же время Посещение разных регионов Человеку приходит Эта культура Это однозначно Должно произойти Потому что Процесс По крайней мере Идет И даже Если Небольшое количество Людей Еще Станет пить Больше вина То этот Процент Легко удвоится Если сейчас Пьет 2% Вино регулярно Да То Буквально Несколько 10 человек И уже будет 3% Этот Процесс у нас Идет Очередно Ну и два слова Буквально Что сейчас на рынке Вина происходит В Москве И в России В целом Какие тенденции Кризис Кризис присутствует Как вы Оцените Самые лучшие Большие тенденции Я хочу сказать Происходят На уровне Вин Российских Потому что Сейчас Лет назад И с каждым годом Поставят этот тренд Качество Улучшается Количество Возрастает Качественных Вин И Приходит С тема Регулирования Европейского Уровня То есть Самая Главная Пока Проблема Что нет Разделения На вина Произведенная Из российского Винограда И Разлитой Из импортных Виноматериалов Но надеюсь Это В ближайшее время Будет законодательно Обосновано И Покупатель Сможет Отдать Свой голос Настоящему Русскому Вину Разлитому И произведенному Из России Дай бог И последний вопрос Вы же говорили О законодательстве Мы Сегодня В том числе Обсуждаем Тему Связанную С повышением Акцизов В ближайшие 2-3 года И на вино В том числе Как вы к этому Относитесь Сегодня На вино Ставка акцизов Меньше Чем на крепкий Алкоголь Возможно Это является Одним из шагов Правительства Показать Свою авторность Винному рынку И Вину Как продукту И Я надеюсь Что Даже Эта разница Между акцизами На вино И на крепкий Алкоголь Может Уменьшиться Для вина Потому что Тем самым Вино станет Доступнее И культуру Потребления Будет легче Изменить Именно При лояльности Новой политике На этот продукт Ну то есть Речь все таки идет о том Что таким образом Мы тоже можем Наших сограждан Переориентировать С крепкого алкоголя На вино Оно будет доступнее Да однозначно Это один из механизмов Но я Еще хочу подчеркнуть Что Самый важный Может быть Даже больше Чем акцизная политика Это информационная политика Нужно создать Очень качественное Информационное поле И не ставкивать Все в антиалкогольную Риторику Как это сейчас происходит Смешиваясь Алкоголь Крепкий И все таки Сделать какие-то Раздельные Мотивации Для граждан В каких случаях Какой продукт Какой алкоголь Употреблять И соответственно Политику выстраивать Я понимаю Что если станет Очень дорогим То мы скатимся В яму Контрафакта И действительно Уже всего Порядка половины Крепкого алкоголя Считают некоторые Эксперты Контрафактными Но возьмите В пример Швеции Там вполне Натумально Существует Механизм Когда вины Являются доступным Широко Ассортиментным Продуктом А при этом Алкоголь Он контролируется По качеству То есть Жестко контролируя Качество продукта Государство Может Сориентировать Потребителей На менее Крепкий алкоголь В том числе В ценовой Лена Спасибо огромное Спасибо Что нашли время С нами пообщаться Напомню На связи у нас была Елена Порман Эксперт Московской торговой Промышленной палаты По рынку вина Директор Московской Выставки Вино У нас сейчас Через некоторое время Реклама Мне очень понравилась Фраза Елены В конце Она говорила Что не надо Смешивать Крепкий алкоголь И вино В буквальном смысле В буквальном смысле Я вчера смотрел Осенний марафон Помните там Водку с портвейным Мешаешь Коктейль Коктейль Классика Итак друзья мои Я для вас Напомню Сегодня мы говорим На тему кризиса Российский рынок алкоголя С моим гостем В студии Алексей Каневский Руководитель комитета По экономике Московского отделения Опоры России Для вас есть возможность Присоединиться к нам У нас есть звонок От Михаила Михаила я Обращаюсь сейчас к вам Пару минут еще Подождите пожалуйста Мы сейчас Послушаем рекламу Ну а у кого возникнет желание Также звоните нам 6510-996 Код города 495 Итак реклама Нафинамо Итак друзья мои Продолжаем Продолжаем наш эфир Кризис и российский рынок алкоголя Тема сегодняшней программы У меня в гостях Алексей Каневский Руководитель комитета По экономике Московского отделения Опоры России Давайте начнем С звонков И слушаем Михаила Михаил день добрый Спасибо за ожидание Говорите пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Меня зовут Михаил Хотелось бы сказать Что я вообще Не потребляю алкоголь Браво И в принципе Это так жить реально И к сожалению Вы в своем разговоре Постоянно употребляете Фразу Культура употребления Алкоголя Хотелось бы Чтобы политику Государство все таки Проводило такую Чтобы была культура Не употребления алкоголя Так как наши дети Все таки Видят как взрослые Отдыхают И стремятся К нашему образу жизни Также Также как бы Систематическое употребление Алкоголя Это все таки Есть наркозависимость И хотелось бы Чтобы население Это знало Что если Каждую пятницу Даже если вам хочется Выпить пиво То это уже ненормально Михаил Спасибо вам огромное Спасибо Одну секунду Если возможно Абсолютно разделяю Вашу позицию Каким образом Как вы считаете Вот подобные вещи Можно нести Причем опять таки Мы смотрим не только Внутри садового кольца Вы понимаете Да У нас огромная страна Ну да Конечно Да 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 Как это можно Нету общей культуры отдыха То есть Отсутствует Культура Времяпрепровождения То есть люди Когда устают Считают Что проще отдохнуть Употребив алкоголь Я знаю Миллион способов Которые можно Избежать Но к сожалению У нас все Предпочитают Самый простой Парочки Пару из миллионов Пару способов Этих назовите Пожалуйста Поделитесь Спорт и друзья Спорт и друзья Спорт и друзья И природа Кстати А с друзьями Чем Друзьями вы встречаетесь Что вы делаете Не употребляем алкоголь Счастье Просто это то же самое Что культура употребления опия В Европе Когда он был там разрешен То есть это Это же Ну Не нужные Как бы Понятно То есть в принципе Культура В принципе да Словосочетание такое Даже режет Режет слух Для вас наверное Культура Употребления алкоголя Да Потому что Употреблять его Вообще не надо Особенно так же Когда говорят Что полезно употреблять вино То вино Не полезно употреблять Из-за наличия там спирта Вино полезно употреблять Из-за наличия там Винограда Который В средние века Было невозможно Хранить долго И поэтому Из него делали вино А сейчас Это уже Как бы Мы можем виноград Купить каждый день Можно сказать В магазине Так что Вино как таковое Тоже Не нужно В нашей жизни Ну Интересно было Послушать Михаил Он такой Выступил с радикальных Каких-то позиций Я-то все равно Несмотря на то Что у меня и напротив Алексей Простите Михаил Спасибо огромное За звонок Спасибо Спасибо И напротив Я чувствую Сидит оппонент Но я Достаиваю Что термин Напротив Это вы меня имеете Да Культура употребления Термин правильный Потому что Таких как Михаил Скорее всего По пальцам Пересчитать Которые даже Собираясь с друзьями Находят иные способы Чем вообще Не пить Да Еще раз повторяю Мы обсуждаем С вами Придуманный веками Много тысяч лет назад Напиток Который на наших полках Легален Это разрешенный напиток Со всех точек зрения Любой вид алкоголя И поэтому Говоря вообще О всем нашем населении О всех россиянах Мы должны понимать Что конечно Не 99% Примут точку зрения Михаила А все равно Будут пить Вопрос Чтобы мы сделали Такое потребление Более или менее Каким-то цивилизованным И только этот вопрос Надо решать И мы правильно говорим Что надо культуру потребления Использовать термин Потому что Потреблять будут В любом случае Это раз Во-вторых Конечно не будем Сейчас начинать спор Полезно Вредно Вино Не имеет Никаких границ Вопрос Мне кажется Опять количественный Количество И качество И абсолютно Об этом надо говорить Другое дело Что у вина Сложные перспективы В том числе В России Россия Географически По размеру Огромная страна И холодная Я бы хотел сказать Она холодная Есть страны Похолоднее Тут приводился Пример Швеции Она маленькая страна Понимаете Вот собрать единомышленников А в Швеции что пьют Кстати Там крепкий алкоголь Там все пьют Вопрос как Делают Там вообще сложно С этим делом Там почти сухой закон Там затруднительно Везде пьют Во всех странах Другое дело Что дело не в климате А как это ни странно В том числе И в размерах Вот как нам собраться В одной комнате И договориться проще Чем нам нужно Лететь 12 часов Кого-то уговаривать В Владивостоке Условно говоря Это непросто Люди живут По-разному В разных регионах Разные культурные слои Люди перемещаются Из деревень В города Надо направлять Усилие государства Действительно Чтобы Усилие популяризации Правильного И еще раз Культурного потребления Алкоголя Было государственной программой Государство Должно на это Собираемые с нас Акцизы и деньги Тратить Адресно На проведение Массированных Таких рекламных Информационных Программ Чтобы Условно говоря Из каждого утюга Было так или иначе Мысль о том Что нужно И как можно Сделать с алкоголем Как себя повести Еще одну присказку Я вспомнил Сейчас мне показалось Уместно ее Произнести Человек который Пьет вино Он ест И запивает Человек который Пьет водку Или крепкий Он пьет И закусывает Ну правильно В этом тоже наверное Есть смысл какой-то Такие Философские вещи Да Как не говори Но Издревле Чего-то считалось Я даже у какого-то Классика читал Что в общем-то Россия Имея ввиду алкоголь Стоит на трех китах Это водка Шампанское Как ни странно И пиво Это три традиционно Производимых В России Ну и культивируемых С точки зрения Потребления напитка Как-то вино У нас как бы Мы же не Франция Не прижилось Оно не то что не прижилось Не было изначально Нет Не откуда Оно потому что у нас Изначально Раньше же не было Вот этого импорта И экспорта Ну в те памятные Почти непамятные времена Поэтому то что растет То что производится И что делает Ну дает Что на стране Такую гордость За произведенные Качественно Мирового уровня Напиток Это вот Такие вот вещи И поэтому Вина Наиболее Затруднительные Перспективы Она немножко Отстает Популяризация Но все Коллеги Которые говорили По телефону Они правы Процент потребления Людей Потребляющих Правильное вино Растет С года в год Это правильно Люди ездят Смотрят как это делается В других странах Привыкают к хорошему К хорошему Всегда привыкаешь Кстати я подумал о том Что если действительно Говорить о Ну вот этой Некой ассимиляции То есть я езжу за границу Вижу Культуру потребления Потому что все таки Она там повыше Наверное чем у нас Я естественно Наверное Переинютируюсь и сам Потому что мне кажется Что пить вино Это культурнее Там да Так сказать Там есть да Какая-то Структура потребления Такого Сценарий Как это все делается Люди В основном Это потребляют Там в общепите Как это мы называем В ресторанах Кафе Это все как-то Цивильно Как-то это выглядит Цивильно Хотя Ну что грех отойти В той же Англии Разве там нет пьющих Вот болельщиков взять Они нашим дадут фор То есть они Молодцы тоже Поэтому вопрос-то Такой Философский Философский Давайте еще Пообщаемся со слушателями У нас есть звонок От Арсения Арсений День добрый Вы в эфире Говорите пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Ну я как раз Хотел присоединиться Вот Чтобы С точки зрения Предыдущего Звонящего Михаила Как бы хоть чуть-чуть А протестовать Потому что Это невозможно Такой фанатизм Использовать Просто для примера Вот я Лично там В силу не знаю чего Не люблю сладкое Давайте пропагандировать Изобретить Михаилу сладкое Ну понятно Радикальные точки Радикальные точки зрения Вредны И Кроме всего Ну смотрите Допустим Если взять еду У нас же существует Некие понятия у всех О культурности Употребление Семьи уже будет Осуждаться Если кто-то там Жрет как свинья Я имею ввиду Конкретно еду Согласен Существуют механизмы Объяснения людям Культуры Употребления Внутри себя Чего-то Так что Не мешать Ни окружающим Ни себе Вот А сейчас У нас Во всей Вот этой Социальной рекламе Получается На самом деле Обратный эффект И особенно он в первую очередь Касается молодежи А строгий запрет На употребление И вообще На понимание того Что этиловый спирт Это однозначный яд Какую реакцию вызывает Значит Ну У совсем хорошей молодежи Типа Все это Все плохо Раз ты там Один раз понюхал Васку в медицинском кабинете Прописанную спиртом Все ты алкаш Вот И в результате У молодежи Какая реакция получается Ну раз все Он алкаш Так вперед Что терять Продолжаем Можно употреблять Все А надо менять Менять понимание Людей Что нельзя запрещать Наглухо Что-то Без малейшего понимания И молодежь В частности Должна понимать Что есть Возможность Культурно Красиво Я бы даже сказал Употреблять И при этом Оставаться человеком Согласен Абсолютно По всех точках зрения Самое главное Спасибо Арсений Спасибо за ваше мнение Давайте еще один звонок От Андрея Мы выслушаем Андрей Добрый день Буквально несколько слов От вас Пожалуйста Добрый день Я не пьющий Человек Алкоголь Не употребляю Вот Я хотел прокомментировать Немножечко Михаила Который звонил до этого И вот последнего Арсений Значит С Арсением Я В чем-то согласен В чем-то нет Во-первых Согласен в том Что Радикальная точка зрения Она всегда плохая Потому что Это крайность Правильно Вот Здесь надо действовать Не Радикальными Запретами Какими-то А именно Какой-то Определенной программой Относительно алкоголя Вот Но я с ним Абсолютно не согласен В плане того Что Конечно Алкоголь Это все-таки Ну не то чтобы яд Но это зло И приравнивать алкоголь К еде Это не одно и то же Но согласитесь Ведь Нельзя Сидеть Есть Не знаю Там булки И возводить их В абсолют В том плане Что Давай еще по одной А теперь еще по одной И каждую пятницу Субботу Скресеньем Мы встречаемся Есть булки Ну кстати Вот вариант Альтернатива проведения Досуг Это вы придумали На ходу сейчас Это не еда Это нет Алкоголь это не еда Алкоголь это напиток Который Вызывает у человека Зависимость И алкоголизм Это болезнь Это болезнь Это надо признать И надо вести Не культуру Выпивания И приучения Приучения человека К этой зависимости А культуру Не пить Наоборот Стремиться Кино Книги Программы Журналы Все Чтобы это было Направлено на то Что Замещать алкоголь Чтобы его не рекламировать Не показывать Не показывать В кино Что Выпивать это хорошо Андрей Спасибо огромное У нас время заканчет К сожалению Спасибо вам за ваш звонок Уважаемые слушатели Никого больше уже послушать Мы не успеем Два слова Алексею Как мы будем Наблюдать Рынок Рынок алкогольной продукции В России Ну господа Алкогольная продукция Алкогольный рынок Это Тоже часть Общего экономического рынка Там действуют Все практически Те же законы Да есть своя специфика Эта продукция Воздействует на мозг И как раз В кризисное время К сожалению Большинство людей Воспринимает Это как панацею От ситуации Это не совсем хорошо Спасибо огромное Алексей Каневский Руководитель комитета по экономике Московского отделения Опора России Спасибо уважаемые слушатели Всего хорошего Успеха